У нас единственный из регионов Российской Федерации в мире, где у нас существует три объекта, связанные с последним путем на Голгофу, с последних регионов Тираматов. Это два из этих домов у нас находятся на территории Гверского и Ярковского районов. Ни один из них пока не имеет памятных знаков и пока ни один из них не доведен в состоянии музея кассы. Кроме того, мы, естественно, опоздали с подготовкой кабинета или музея Романовых подборной части. Это, я говорю, вообще Тюменской области не только нас. Потому что я считаю, что мы часть Тюменской области и ее существенная часть. Что сделано за последнее время, очень хорошо освещала газета Тюменская область сегодня. И хорошо, что они у нас есть. Сегодня их присутствуют. Очень активно сейчас подключился к нашей работе аппарат Тюменской областной думы. Сергей Ощеневич, представитель депутатов Тюменской области, Тюменской областной думы. Ну и, безусловно, департамент, правильно называется, инвестиционной политикой государственной поддержки и предпринимателей Тюменской области, который, надо проединилось, так сказать, что это время был с нами. Правда, руки у него тоже были в определенном этапе связаны и все наши цены и активы он поддерживал. Но все-таки решение зависело, конечно, между ними. Мы провели в 2050 году большую международную форму при поддержке этого департамента судьбы Романа и судьбы Сибири. И, несмотря на некоторые опасения, которые были со стороны департамента и со стороны комитета по туризму города Тобольска, все-таки он очень эффективно сработал, потому что мы подняли, скажем, волну интереса народа к этому мероприятию, в частности, и молодежи. Потому что материалы, которые мы размещали в сети интернета, как бы стимулировали интерес к этому народу. И это показало результат экспедиции, которую мы провели вместе с нашим объединением Азимут. В частности, мы проехали в прошлом году, опять же, при поддержке комитета по культуре, при поддержке депутатов нашей Тюменской областной думы, вместе с краеведами, юными краеведами по туре Тоболу-Юртышу. И, представляете, эти дети, которые рассказывали во время путешествия о своих работах исследовательских, были не менее интересны не только своим ровесникам, но и нам, потому что раскрывались неожиданные грани, то, что, в принципе, даже ученые иногда задумаются об этом подходе и говорят о том, что у детей очень ясное понимание того, что это не монархическая дата. Мы не собираемся прославлять монархическое правление, а это часть нашей истории, потому что в ней есть славные имена и Петра Первого, и Екатерины Второй, и Александра Первого. Продолжение следует...